Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа Диалог и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы мои сегодняшние гости. А в гостях у меня сегодня начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципальному району, а также городским округам Лосино-Петровский и Фрязино, и зато звездный городок. Марина Лазаренкова, Добрый вечер, Марина Юрьевна. Добрый вечер. Я вот вчера к вам зашел перед программой обсудить темы нашего сегодняшнего разговора и попал как раз на приемные часы в управлении и обратил внимание, что в общем-то очень много народа. С какими вопросами обращаются жители к вам? Народа действительно очень много, вопросы разнообразные. В составе управления четыре отдела и все четыре отдела занимаются защитой прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот. Своим основным отделом и основной функцией своей мы, конечно, считаем устройство детей-сирот в семью. Поэтому первый отдел называется, так и называется, отдел устройства детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Он занимается выявлением вот таких детей. Граждане обращаются в этот отдел в случае, если ребенок остается без попечения родителей, либо остается сиротой. Этот отдел занимается устройством ребенка в семью. Следующий отдел у нас, отдел защиты неимущественных прав несовершеннолетних. То есть этот отдел мы называем судебным отделом, отдел судебной практики, в котором также четыре специалиста. И они занимаются судебной практикой, судебными вопросами, в которых защищают и права детей, не только сирот, а вообще всех несовершеннолетних граждан, проживающих вот на нашей территории. Следующий отдел, это отдел защиты жилищных и имущественных прав. То есть тот, если был неимущественных, то этот отдел защищает жилищные и имущественные права. Тоже всех несовершеннолетних. Всех несовершеннолетних, в том числе детей сирот. Это жилищные проблемы, наследственное имущество и так далее. И четвертый отдел, это отдел государственной поддержки и выплат социального характера. Этот отдел занимается контролем за условиями проживания детей в государственных учреждениях для детей сирот и выплатами социального характера. То есть все ребята, которые состоят у нас на учете в управлении опеки, они все получают выплаты от государства, именно от региона нашего, от Московской области, потому что каждый регион Российской Федерации устанавливает свой размер материальных выплат на поддержку детей сирот. Мы, поскольку проживаем в Московской области, у нас выплаты сравнимы только с Москвой. То есть больше, чем в других регионах, да? Намного больше, на порядок больше, в разы больше. То есть нам есть в этом плане чем гордиться. Политика губернатора направлена на очень хорошую поддержку сиротства. Сиротства, да. Сумма, значит, меняется от возраста ребенка, но варьируется от 12 до 17 тысяч в месяц на содержание ребенка, каждого ребенка. Это при установлении опеки. Кроме того, если устанавливается, если ребенок передается в приемную семью, это другая форма устройства, там граждане, кроме вот этих выплат на содержание ребенка, получают еще так называемую заработную плату, то есть выплаты на каждого родителя. То есть приемные и мама, и папа получают еще денежные средства. Если ребенок здоров, если у него первая, вторая группа здоровья, то они получают 9200 в месяц, каждый родитель, плюс к выплатам на содержание ребенка. Если ребенок имеет третью, четвертую, пятую группу здоровья, либо инвалидность, то каждый родитель получает по 25 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, за каждого ребенка. Объясните, Марина Юрьевна, вот разница в состоянии. Первая, вторая группа здоровья, да? Третья, четвертая, пятая. Чем они отличаются? Ну, состоянием здоровья ребенка. То есть первая, вторая группа здоровья – это практически здоровые дети, обычные. А начиная с третьей группы – это разные отклонения в здоровье. Это может быть и порог сердца, это может быть и инвалидность детская, это может быть и нарушение зрения, слуха, интеллекта нарушения и так далее. То есть инвалидность еще не присвоена, да? Бывает так, что не присвоена инвалидность. Бывает третья, четвертая группа без инвалидности, но выплаты одинаковые как по инвалидности, так и третья, четвертая группа здоровья. И еще одна форма устройства приоритетная, самая приоритетная, это усыновление ребенка, при которой тоже в московском областном регионе выплаты денежных средств составляют ежемесячные 10 тысяч рублей до совершеннолетия ребенка. Это не так давно производятся выплаты, то есть очень длительное время и до сих пор во многих регионах их нет вообще, то есть считалось так, что ребенка люди усыновляют, ребенок приобретает право кровного ребенка, в семье проживает, содержанием, воспитанием занимаются мама и папа и никаких выплат государством не положено. У нас принято такое решение тоже губернатором правительства Московской области и выплаты составляют 10 тысяч ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Они идут на счет ребенка. Кроме того, сразу оговорюсь, существуют еще федеральные выплаты, которые единообразны по всей территории Российской Федерации. Это выплата на усыновление ребенка в возрасте до 7 лет, это 30 тысяч рублей и 18. Разовые выплаты, да. И увеличен размер вот таких федеральных выплат на усыновление, как мы говорим, непростой категории детей, а именно когда, если существуют братья и сестры, например, 2, 3, 4 ребенка, их нельзя разделять. Их люди принимают решение и усыновляют сразу всех, двоих, троих, четверых. Поэтому тогда на каждого ребенка родители получают по 117 тысяч рублей разово при усыновлении. Или если они усыновляют ребенка-инвалида. При усыновлении ребенка-инвалида тоже такая же выплата. И также такая выплата назначается при усыновлении ребенка старше 7-летнего возраста. Потому что тоже ни для кого не секрет, что люди стараются усыновить совсем маленького, а лучше всего новорожденного ребенка. Чтобы не помним родителей, конечно. И проблема взрослых детей, устройства в том, что их с возрастом все сложнее передать на воспитание в семью. Люди лучше возьмут малыша, чем взрослого. Поэтому когда усыновляют взрослого ребенка старше 7 лет, тоже вот такая федеральная увеличенная выплата. Ну а сколько всего у вас подопечных? Я имею в виду, конечно, не количество общих жителей в районе городских округов, а именно тех, кто стоит на учете. Я имею в виду несовершеннолетних, кто лишен родителей. Кто лишен родителей на территории, которую курирует наше управление, как вы уже сегодня озвучили, порядка 900 детей состоит у нас на учете. Порядка 900 детей. Из них около 50 детей находят в государственных учреждениях. Это у нас есть учреждение, государственное образовательное учреждение, школа-интернат доверия в Алмазово. У нас есть во Фрязино специализированный дом ребенка. Это учреждение здравоохранения, государственное тоже учреждение здравоохранения. У нас есть сельскохозяйственный колледж, Щелковский колледж теперь называется, в котором также есть ребята в возрасте от 15 до 18 лет, тоже сироты и оставшиеся без попечения родители, где они получают уже профессиональное образование. И у нас есть школа с первоначальной летной подготовкой в Монино, где их, конечно, немного, но до 10 ребят бывает. Детей-сирот обучаются в этой школе тоже. То есть во всех этих учреждениях вместе порядка 50 детей обучаются сироты, детей, оставшиеся без попечения родителей. А все остальные 800 с лишним детей находятся на воспитании в семьях. Ну вот как раз давайте поговорим про усыновление. Понятно, но мы еще, конечно, поговорим ближе к концу программы. Ну вот понятие опека и попечительство, чем они отличаются и, соответственно, что получает ребенок, если над ним устанавливают либо опеку, либо попечительство? Ну опека и попечительство – это одна и та же форма устройства. Под опеку и попечительство передаются дети, как правило, родственникам, в семье родственников. Это либо бабушки со стороны отца-матери, либо это тети родные также вот со стороны отца-матери, либо родные, старшие, сестры, братья, то есть родственники. Когда случается какая-то беда, остается сиротой ребенок, либо остается без попечения родителей, в семье родственников передается ребенок под опеку. Попечительство наступает в возрасте с 14 лет. Когда ребенок достигает 14-летнего возраста, это уже называется попечительство – от 14 до 18 лет. Вот, собственно, вся разница. А приемная семья – это форма другая, это форма устройства, когда ребенка берут в семью и папа, и мама. То есть ему назначаются сразу два опекуна, ну как бы два законных представителя. Заключается договор о приемной семье с такими гражданами, но это посторонние граждане. Вот в чем разница, чтобы люди понимали. Это совершенно посторонние граждане, которые проходят школу приемных родителей, собирают пакет документов и принимают постороннего, чужого ребенка в семью. Но без усыновления. Без усыновления, да. Тогда вот они занимаются воспитанием этого ребенка до совершеннолетия, получают выплаты на содержание ребенка и заработную плату обоим родителям выплачиваем мы. Ну а по достижении совершеннолетия что происходит с такими детьми? Ну да, по достижению совершеннолетия, как правило, конечно, дети, которые воспитывались в семьях, опекунов, попечителей, приемных родителей, конечно, они остаются в тесной связи с этими людьми пожизненно. То есть не бывает такого, чтобы ребенок достиг совершеннолетия, его выставили за порог и забыли. Такого не бывает, это исключено. Возможно, такая форма еще государственной поддержки, как постинтернатный патронат. Она устанавливается как раз вот над ребятами, взрослыми от 18 до 23 лет. Когда взрослый человек, вот бывший опекун или попечитель, либо совершенно посторонний человек, если ребенок, например, учится, получает профессиональное образование, среднее либо высшее профессиональное образование, проживает в общежитии, из числа педагогов этого учреждения образовательного могут назначаться ему патронатные воспитатели. Здесь суть заключается в том, что этому ребенку, я все равно называю их дети, все равно дети, до 23 лет все равно, этому ребенку оказывается государственная поддержка в виде вот такого воспитателя. То есть не нужно уже проживать совместно с ним, он живет отдельно, патронатный воспитатель проживает отдельно, но он ему помогает всячески, то есть он помогает ему влиться во взрослую самостоятельную жизнь. Он в случае предоставления вот жилья, мы сегодня будем об этом, я надеюсь, говорить детям-сиротам, да, он помогает ему обустроить это жилое помещение, потому что дети никогда этим не занимались, они же жили уже в готовом жилье, что значит 18 лет получить отдельную квартиру? Это же взрослый человек, не каждый сумеет, да, обустроить. Вот патронатный воспитатель помогает. Этот человек помогает трудоустроиться в случае получения профессионального образования, показывает, где находится поликлиника, обучает тому, что нужно платить за квартиру, коммунальную плату своевременно вносить. Вот такие жизненные, вот все, чему родители учат своих детей, да, вот этому же, как бы, вводят, помогают войти во взрослую жизнь, оказывают вот такую поддержку. Ну, а материальная поддержка какая-то существует? Она существует, она небольшая, она в размере 5000 рублей в месяц патронатному воспитателю, но законом предусмотрено до пяти ребят воспитывать, то есть каждый патронатный воспитатель может взять на воспитание до пяти вот таких ребят и помогать всем пятерым. За каждого ребенка будет получать 5000 рублей в месяц. А если этот ребенок инвалид, то тогда выплата составляет 7500 рублей в месяц за каждого, соответственно, ребенка. Ну, а самим ребятам-то что-то платят? Какие-то пособия или уже нет? Ребятам после 18 лет прекращаются выплаты на содержание ребенка, но государству предусмотрено получение двух профессиональных образований бесплатно таким детям. Поэтому, если ребенок воспитывается в приемной семье или под опекой, попечительством, мы два раза в год проводим собрание опекунов, на котором мы рассказываем о профориентации, о том, что необходимо, особенно если заканчивают 11 классов. Если ребенок хорошо учится и заканчивает 11 классов и сдает ЕГЭ, у него, конечно, безусловно, у него есть льготы при поступлении в высшее учебное заведение. И у нас работают три службы сопровождения в Щелковском муниципальном районе и в городском Офганифорясте, которые занимаются, две из них, которые занимаются профориентацией как раз. То есть они направляют ребят нашей категории опекаемых приемных детей на дни открытых дверей в различные учреждения образовательные. Вот совсем недавно, в марте месяце, был день открытых дверей в Щелковском колледже, где больше 20 профессий было предоставлено нашим детям. Среднее профессиональное образование, дети с удовольствием идут. Выбор широчайший. Есть какая-то статистика? Конечно. У нас же практически, если ребята принимают решение обучаться и получать среднее профессиональное образование, то они 90% поступают в Щелковский колледж. Потому что там на любой выбор можно найти себе профессию, кроме того, что там есть и общежитие для постоянного проживания, замечательный педагогический коллектив, профессиональнейший, просто профессиональнейший коллектив. У них есть большой опыт работы с нашей категорией детей. Поэтому все ребята, которые обучаются в колледжах, в училищах, либо в вузах, они обязательно получают стипендии губернатора в размере 6 тысяч рублей в месяц. Плюс к этому всему им обязательно предусмотрена государственная поддержка в форме гособеспечения полного. Это оплата проезда, то есть у них бесплатный проезд у ребят. Это выплаты на питание, ежеквартальные выплаты на одежду. И по окончанию учреждения при получении диплома они получают единовременную выплату, ну, так сказать, подъемную при выходе в жизнь. Диплом получил, и получают выплаты мальчики 110 тысяч рублей, девочки 120 тысяч рублей. И уже как бы выходят в самостоятельную жизнь. Можно не работать еще какое-то время. Нет, 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 это же единовременно. Устраиваются на работу, и дальше уже самостоятельно живут. Ну, а вот эти выплаты не зависят от возраста, да? Не зависят. 18 лет исполнилось, то есть вот до окончания учебного заведения. Это при получении диплома, при окончании. То есть если ребенок начинает учиться по какой-то причине, бросает, не хочет. К сожалению, у нас очень мало, но вот бывают такие случаи. Там один в год примерно бывает. Мы за каждого ребенка переживаем, безусловно. Пытаемся до последнего бороться. Ну, как со своими детьми, всякое бывает. Первый курс закончил, дальше я не хочу. Вот, поэтому боремся до последнего. Но вдруг вот бывает такое вот, примерно раз в год бывает такой случай, что бросает учебу. Такой ребенок ничего не получает. Ну, теперь давайте поговорим как раз вот о распределении жилья, получении квартир под достижение совершеннолетия. Предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет о том, как проходила летом передача ключей нашим уже совершеннолетним сиротам, а потом тогда продолжим разговор. Давайте посмотрим. Все квартиры расположены в новостройках в микрорайоне Солнечная долина. Я вам желаю, чтобы ваша жизнь была полной чашей, чтобы ваши мечты сбылись, чтобы вы обзавелись семьями, растили детей. Я хочу вам пожелать, чтобы в этих новых квартирах, еще раз говорю, у вас образовались счастливые семьи, и чтобы вы своих детей каждый день в 17 раз обнимали, в 10 раз целовали, смотрели в глаза и любили, чтобы они были в этих квартирах счастливы. Мы провели достаточно большую работу, чтобы подобрать вам квартиры довольно-таки высокого качества. Мы подбирали, понимая, что это будет ваша, наверное, очень большая радость. В Подмосковье уже несколько лет действует губернаторская программа предоставления квартир детям-сиротам. С 2007 года уже 87 ребят стали обладателями заветных ключей. Власти на местах, воспользовавшись субвенцией, обязаны найти подходящее для них жилье. В администрации поздравили 11 молодых людей и девушек. Для них это однозначно новый жизненный этап. На 11 этаже, это мое любимое число, и поэтому я рада. Вот, 80-я квартира. Для меня это значит то, что я вступаю в возрастную жизнь, то есть уже полностью сам отвечаю за себя, за свое жилье. Для меня это шаг в возрастную жизнь. Ну вот прозвучала цифра, что 11 человек по достижении совершеннолетия получили квартиру, но я думаю, что это еще и не конец, до конца года сколько еще получили? В 2016 году еще трое ребят получили перед Новым годом ключи от квартир. Почему позже? Потому что на момент вот этого предоставления они еще не достигли совершеннолетия. А по закону договор специализированного найма жилья и ключи они могут получить только 18 лет, не раньше. Какие-то трудности встречаются при распределении квартир среди такой категории граждан? Нет, трудностей совершенно никаких нет. Мы не занимаемся распределением этого жилья. То есть, как правило, администрация Щелковского района приобретает нужное количество жилых помещений для детей. Хочется отметить, что все жилые помещения в Щелково – это дома новостройки только, с хорошей отделкой, с хорошей инфраструктурой, развитой вокруг домов. А распределения как такового не существует. То есть, в алфавитном порядке, вот как ребята в список включаются, либо по алфавиту, либо по достижению совершеннолетия. Вот сначала январские, февральские и так далее. То есть, чтобы не было обидно никому. Либо как-то вот несколько раз мы тянули жребий. То есть, когда вот момент распределения как такового наступает, собственно, все жилые помещения одинаковые. Единственное, разный этаж, разные подъезды. И когда мы собираем всех ребят вместе, мы им предлагаем по выбору, как вы хотите, по алфавиту, по датам рождения, либо вы тянете жребий. И каждый раз, вот в каждый год своя группа детей, и они принимают свое решение. Вот как-то два раза, помню, тянули жребий. Кто какую квартиру вытянул, тоже никому не обидно. Какой этаж попался, такой уж туда и заселяются. То есть, ну, никто обделен не был, да? Нет, ну, конечно, нет. Как же? Все рано или поздно получают. Кому положено, по закону, конечно. В том году, когда исполнилось 18 лет. Конечно. Ну, а вообще, Марина Валентова, ваше управление, насколько тесно сотрудничает с администрацией Щелковского района, ну, и в частности, с комиссией по делам несовершеннолетних? Сотрудничаем мы очень тесно, потому что делаем мы общее дело все. Все работаем с целью защиты прав детей, жителей Щелковского муниципального района, зато звездный городок. Кстати говоря, в звездном городке своя. Комиссия по делам несовершеннолетних в администрации Щелковского района своя. В городских округах Лосина, Петровский и Фрязина свои комиссии. Мы являемся членами каждой комиссии по делам несовершеннолетних. Но, наверное, самое тесное взаимодействие, конечно, со Щелковской районной администрацией. У нас, ну, во-первых, самое большое количество детей находится здесь. Во-вторых, месторасположение, то есть мы постоянно на связи. Очень тесно взаимодействуем и с главой администрации, и с главой Щелковского района, с заместителями главы администрации. То есть наш основной курирующий зам Родионов Юрий Николаевич. Это просто, я не знаю, можешь сказать правая рука? Это просто все вообще у нас. То есть с любым вопросом, ну, чтобы не тревожить, конечно, вышестоящее руководство, в первую очередь, конечно, я обращаюсь к Юрию Николаевичу. Все мероприятия, вот районные крупные, все проводятся с помощью администрации. Два раза в месяц мы собираемся в комиссии по делам несовершеннолетних, также в Щелковской администрации. Обязательно. Ну, а с какими-то другими организациями, учреждениями, которые в нашем районе находятся? Да, конечно, безусловно. Вот так называемое межведомственное взаимодействие. Нами подписано соглашение с Комитетом по вопросам образования, с Управлением социальной защиты населения, с Управлением ЗАГС, с Щелковским, с учреждениями здравоохранения, с наркологическим диспансером, потому что, к сожалению, большая часть наших так называемых неблагополучных жителей состоят на учете в этом диспансере, поэтому мы тесно тоже взаимодействуем. Взаимодействуем с прокуратурой Щелковского района, с Щелковским городским судом, очень тесным взаимодействием, то есть буквально ежедневно судебные процессы, принимаем участие везде. Ну, а вот если можно более подробно, Марина Валерьевна, что это за судебные процессы, с чем они связаны, и вообще как много их происходит? Ну, самый позитивный, самый положительный и главный наш судебный процесс, это процесс по усыновлению ребенка. Но, к сожалению, их не так много, их в году бывает, ну, 20-25 процессов судебных вот таких установлений проходит в Щелковском районе. А почему судебный процесс происходит? А почти 700 судебных процессов в году, 700, совершенно, к сожалению, не очень приятные вопросы рассматриваются в суде. Ну, самый такой многочисленный суд, такой, самый часто встречающийся, это суд по определению места жительства детей при раздельном проживании родителей. То есть, когда родители расторгают брак, не могут определить место жительства, то есть не могут определить, с кем останется проживать ребенок. Либо, когда родители уже определили, например, что ребенок остается проживать с мамой, но мама не дает общаться отцу, не дает общаться бабушкой с дедушкой со стороны отца. Опять же люди выходят в суд и длительными-длительными судебными заседаниями приходят к соглашению о том, что в понедельник, в среду, в пятницу, к примеру, папа имеет право пообщаться со своим ребенком. Это очень тяжелые судебные процессы, они морально тяжелые, потому что по закону и мама, и папа имеют абсолютно равные права, но люди этого не понимают. Мама считает, что она главный человек в семье, папа считает, что он главный, потому что он всю жизнь содержал эту семью. То есть очень сложно бывает достичь договоренности. И самое главное, что как бы мы ни старались, мы, конечно, безусловно, всегда принимаем решения в интересах ребенка. Если ребенок хотя бы школьного возраста достиг, мы обязательно с ним беседуем, это суд об этом судья просит. Я хотел спросить, а мнение детей учитывается? Мнение 10-летнего возраста и старше учитывается в судебном заседании, то есть его приглашают в суд и спрашивают. А до 10 лет, примерно с 6 до 10, судья просит нас выехать по месту жительства, побеседовать с ребенком очень осторожно, аккуратно. Естественно, маленький ребенок нужно. И если даже бывает, что совсем дошкольник еще ребенок, все равно бывает сразу видно визуально. Но бывает ведь так, что ребенок привязан искренне к каждому из родителей. Вот тут бывает очень сложно объяснить им, что такая необходимость, что жить он должен с одним человеком, но в полной мере общаться с другим родителем, потому что он привязан, он скучает, он хочет общаться. Очень сложно. И психологические службы подключаем. И сами специалисты наши получают второе образование. У нас практически, наверное, 80% сотрудников имеют два высших образования. Марина Юрьевна, я вынужден вас прервать. У нас подошло время перерыва. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району и городским округам Фрязина, Лосина, Петровская и Марина Лазаренкова. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району и городским округам Василий Петровский и Фрязина, Марина Лазаренкова. Еще раз, добрый вечер, Марина Юрьевна. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы. И вот режиссер подсказывает мне, что есть у нас один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Илья Кабалев. Дело в том, что у моей девушки есть ребенок. Недавно мы с ней решили пожениться, и я хотел бы усыновить ее ребенка. И вот, Марина Юрьевна, подскажите, что мне делать в этой ситуации, куда пойти, куда обратиться? Я военнослужащий, на Чкаловской служу, вот хотелось бы узнать. Спасибо. Спасибо за вопрос, Марина Юрьевна. Ну вот немножко наш зритель опередил, я хотел чуть попозже. Но давайте тогда поговорим именно о том, что нужно сделать для того, чтобы усыновить ребенка. Значит, самое главное, этот молодой человек должен вступить в брак со своей девушкой. До вступления в брак, он, не находясь с ней в браке, он не может усыновить ее ребенка. Это первое условие. Второе условие – нужно посмотреть, что там с отцом этого ребенка, есть ли у ребенка отец. Потому что если у него есть отец, который не лишен родительских прав и исправно платит алименты, то усыновить этого ребенка возможно только с согласия этого отца, с нотариального согласия отца. Он либо дает расписку нотариальную, что он позволяет именно вот этому человеку, супругу своей бывшей жены, усыновить своего ребенка. Либо приходит в судебный процесс и заявляет о том, что он дает свое согласие именно вот этому человеку. Если девушка была одинокой матерью, когда родила ребенка, то здесь требуется только ее согласие. Но поскольку молодой человек военнослужащий, я думаю, у него нет ограничений. А вообще для того, чтобы получить заключение и возможность иметь усыновить ребенка, даже отчиму необходимо обязательно предоставить справку об отсутствии судимости и справку медицинского состояния здоровья. То есть исключаются усыновления при наличии судимости, особенно если против жизни и здоровья граждан человек был осужден. Исключаются усыновления при наличии заболеваний таких как усыновителя, таких как онкология, туберкулез, ВИЧ-инфекция, психиатрические заболевания. То есть усыновителем такой человек быть не может. Если он не был судим, если он здоров, если он способен содержать свою семью, потому что тоже необходимым требованием является справка о доходах этого человека, то, пожалуйста, милости просим к нам, в Шелковское управление опеки, где он получит полную развернутую консультацию, список необходимых документов, которые нужно собрать, и поможем также оформить исковое заявление в суд. То есть адвокаты никакие не нужны. А минимальный доход усыновителя как-то фиксирован? Минимальный доход должен, ну приблизительно я, конечно, говорю, но должен составлять три, как сказать, прожиточных минимума. Три прожиточных минимума. Минимальный. Вы сказали, судимость. А если судимость снята, все равно? Все равно. Все равно, да? Никогда не может. И вот, соответственно, понятно, туберкулез, ВИЧ, это ясно? То есть, ну, кто стоит на учете, да? В соответствующем психиатрии, в соответствующем диспансере. Ну, а вот насчет наркологического диспансера, как то же самое, да? Ну, естественно, тоже, конечно. Я не сказала, да? Нет, нет. Конечно, конечно. То есть вот это медицинское освидетельствование, оно содержит там конкретные специалисты медицинские, в том числе, конечно, нарколог. Но дело в том, что у нас же не все граждане стоят, становятся на учет. Ну, это понятно. Нет, ну, а с другой стороны, бывает, что становятся, потом их снимают, соответственно, если у них какая-то реабилитация прошла. Да, да. Хорошо, Марина Юрьевна, вот я знаю, что где-то дней десять назад примерно, да, в администрации нашего района приезжала уполномоченный по правам человек в Московской области Ксения Мишонова и проводила прием граждан. Сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет на эту тему и потом тогда вы прокомментируете о том, что там происходило. Давайте посмотрим. Болевые точки, они одинаковые во всех муниципалитетах. Это и предоставление жилья, это жилье для многодетных, для социальных наших слоев, для мамочек с детьми инвалидами, это и льготы, и получение субсидий. Особое внимание детский омбудсмен уделила проблеме строительства школы в микрорайоне Жигалово. По словам местных жителей, на данный момент это вопрос не просто удобства и безопасности детей, ведь большинство учеников добираются до ближайшей школы в Сирково пешком. Проект будущего учреждения образования уже вошел в областную программу, однако вопрос по срокам строительства все еще открыт. Мы сделаем все возможное, чтобы эта школа как можно быстрее появилась в Жигалово, потому что вопрос назрел, и более того, здесь очень острый вопрос, вопрос безопасности детей. Мы, конечно, не можем пройти мимо и оставить его без внимания. Я со своей стороны сейчас подключусь тоже. Обсудили на приеме создание новых социальных организаций в Щелковском районе. С просьбой о поддержке проекта Центр «Звездочка» обратился руководитель благотворительного фонда «Рождественская звезда». Основной задачей Центра станет социальная адаптация и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья. Также кризисный центр для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, должен появиться в Африанове. Районной администрации уже было выделено помещение. В создании Центра примет участие Ассоциация многодетных семей Московской области «Много нас». Уполномоченная по правам ребенка инициативу поддержала. Марина Юрьевна, вы тоже были на этой встрече. Если можно, чуть более подробно, какие основные вопросы ставились теми, кто пришел на встречу с детским омбудсменом? На встречу пришло 12 семей, 12 непростых историй совершенно было рассказано, 12 надежд было подано на решение их проблем. Хотя, конечно, власти района Щелковского... То есть нарушение законодательства выявлено не было нигде. То есть просто одни люди, многодетная семья, не согласны с переселением из ветхого фонда. Вот сейчас дом идет под снос на новой фабрике. И считают, что им недостаточно предоставили жилой площади взамен на сносимое жилье, поэтому пришли с жалобой. Но хотя предоставлено более чем достаточно. То есть люди не совсем, может быть, понимают законодательство. Приходили женщины после расторжения брака, которые не получают алиментное содержание от бывших мужей на своих детей совместных. Причем такие случаи вопиющие. Один из них, житель Щелковского района, достаточно известный спортсмен, у нас тренер по футболу, который не платит алименты своим двум детям, инвалидам. Второй человек, адвокат в Москве, в адвокатской картоне. Тоже не бедствует, наверное. Юрист не бедствует, конечно, и тоже не платит на содержание своих детей, бывшей жене. То есть такие случаи-то вопиющие, собственно говоря. И женщины-то пришли, потому что они не могут добиться. Ну а как же решение суда, наверное, есть? Решение суда есть. Служба судебных приставов имеет исполнительный лист, а человек просто не платит. Ну вот не знаю, как вот было дано поручение помощнику Щелковского прокурора Илье Александрович, присутствовал Соколов, разобраться с судебными приставами, почему люди официально работают. Другой вопрос, если люди, так сказать, неблагополучные, неработающие, не получающие содержание сами, бродяжничают, ну, например, и не платят детям. А здесь-то люди все благополучные, трудоустроенные. Почему они официально, почему с них не отчисляется заработная плата, они перечисляются детям? То есть, я думаю, что разберутся, конечно, с этим вопросом. Обращалась семья многодетная, которая приобрела долю в жилом многоквартирном доме по адресу улица Московская, дом 37, который был признан незаконной постройкой. И судебное решение Щелковского городского суда вынесено о сносе этого дома. Там, к сожалению, 47, по-моему, семей проживает. То есть, большой жилой дом? Большой жилой дом. А как он попал в список незаконных построек? То есть, на земельном участке, по-моему, 6 соток, совсем небольшой земельный участок, владелица этого участка земельного, ей было дано разрешение на строительство жилого дома. Ну, видимо, для себя, как индивидуального жилищного строительства, она построила дом на 47 квартир. И продала этот дом по долям. То есть, 1,47 доля продавалась. Не конкретная квартира номер 1, номер 2, номер 3, а 1,47 доля. У каждого человека какая-то доля указана в этом. То есть, она весь дом оформила на себя? Конечно. И продавала его по долям. И когда вышло постановление губернатора о том, что вот такие многоквартирные дома признать незаконными и подлежащими сносу, соответственно, администрация района вышла с иском в Щелковский городской суд. И суд вынес в соответствии с законом такое решение, что этот дом тоже подлежит сносу. Но дело в том, что в доме-то проживают люди, половина из которых имеют детей. И вот одна такая семья многодетная тоже пришла на прием к уполномоченным по правам ребенка. Здесь было принято решение о том, чтобы администрация района пошла навстречу. Но здесь и жилищный отдел, и управление по имуществу должны там с земельным отношением пересмотреть, может быть, вид использования земельного участка. и пересмотреть вот этот сам дом, то есть не по долям его поделить, а разделить на отдельные жилые помещения. Ну, насколько это возможно, юридически. То есть это вопрос не наш. Мы-то тут выступали только как в защиту детей, потому что дети подлежат выселению. Буквально люди же приобрели, они же купили эти жилые помещения. Идти им некуда совершенно. Вот сейчас, если будет снесен дом, как бы, то есть непростые ситуации. Вот как вы уже слышали, обращались жители микрорайона Жигаловской с просьбой построить школу. Да, потому что там железнодорожный переход. Это вопрос, кстати, уже решается. И принято решение, что буквально в этом году уже начнется проектирование и, наверное, в следующем строительство. Марина Ильевна, вот хотелось бы еще поговорить о таком институте, если можно так выразиться, под названием «Школа приемных родителей». И кто там должен учиться, и что это вообще, как это происходит, какие предметы там преподают. У нас в Шелковском районе с 2010 года существует такая школа муниципальная. Она сначала являлась подразделением муниципального детского дома, который находился во Фряново. А после закрытия муниципального детского дома, вот в настоящий момент она находится при центре «Романтик», центре доп. образования «Романтик». Эта школа занимается, так сказать, тремя направлениями. Первое ее направление – это обучение и подготовка приемных родителей, усыновителей для приема ребенка в семью. Второе направление этой школы – юридические, психологические консультации, сопровождение граждан, которые приняли уже на воспитание в семью себе детей. То есть люди принимают ребенка в семью, а особенно первый год при адаптации существует масса проблем. Бывает так, что, особенно если ребеночек не маленький, а постарше, то есть, ну… Ну да, уже… Первый год он называется «кризисный год». И ребенок привыкает, и люди, особенно если они раньше не имели детей, и вдруг появляется в семье ребенок, то есть у них все меняется. Полностью образ жизни меняется у этих людей. Поэтому существуют определенные проблемы. Если принимают люди, которые детей уже имеют своих, принимают со стороны ребенка приемного, конфликт между родным и приемным ребенком тоже может возникнуть, тоже проблема. То есть вот эти школы занимаются сопровождением таких семей, помогают людям, помогают преодолеть вот эти все трудности и конфликты. Но это обучение в этой школе не является обязательным, да, для тех, кто принял решение либо усыновить ребенка, либо взять на воспитание? Нет, оно как раз является обязательным, да, потому что в Семейный кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно которым не может быть усыновителем или приемным родителем человек, не закончивший такую школу. Обязательно. В конце, при окончании вот третьего направления, я не договорила, это психологическое тестирование, то есть после прохождения 80-часового курса обучения люди проходят психологическое тестирование. Они сдают экзамены выпускные и проходят психологическое тестирование. И уже психологи, кроме свидетельства о том, что он закончил эту школу и прослушал 80 часов по таким-то темам, кроме этого, выдаются ему заключения психолога. Может ли он быть усыновителем или нет? Люди бывают разные. И мотивы у людей бывают совершенно разные. И задача этих школ, основная задача, чтобы человек вот на этом этапе начал учиться, начал практиковаться, начал вот узнавать что-то новое, проблемы и так далее с принятием ребенка в семью. Отказался сейчас. Потому что, к сожалению, если он не готов, чтобы он понял это, свои истинные мотивы, и отказался вовремя. Потому что, к сожалению, бывают такие случаи, они тоже очень редкие, но бывают просто вопиющие случаи. Понимаете? Когда люди принимают ребенка на воспитание в семью раньше? Из каких-то корыстных мотивов? Не то чтобы корыстных. Вроде бы принимают, как бы хотят ребенка, но они не понимают, что это такое. Вот у нас, наверное, может быть, года три назад или четыре был случай, когда перед Новым годом наша шелковская семья очень хотела ребенка, стояли на очереди, прям искали, подбирали, очень хотели, своих детей нет. Взяли мальчика двухлетнего из Фрязинского дома ребенка. Прям очень хотели взять перед Новым годом. Взяли, по-моему, 30 или 31 декабря, чтобы встретить Новый год в полной семье. А 10 числа, как только мы пришли на работу после праздников, после каникул, они уже стояли у нас на крыльце с ребенком. То есть они за 10 дней, они говорят, мы не знали, как дожить, как нам прожить эти 10 дней. То есть им достаточно было одну ночь переночевать с ребенком, чтобы понять, что это не то, что они хотели вообще, что им это не нужно. Несмотря на то, что долго выбирали. Несмотря на то, что долго выбирали и думали о том, что они хотят. То есть хотели, видимо, ну, я не знаю, игрушку или куклу какую-то безмолвную, понимаете? А ребенок это живое. Конечно, он по ночам может и плакать, он может не спать, он может приболеть, в конце концов. Это же ребенок. Но, к счастью, у нас существует банк данных, кандидатов у сыновителей, в приемные родители, и мы тут же, естественно, их освободили, ребенка изъяли в этот же день, и тут же предложили следующим кандидатам из своего банка, и его тут же усыновили, вот уже счастлив, уже скоро в школу пойдет. Тоже наши щелковские жители, без всяких проблем и слава Богу. Марина Ильинина, предлагаю закончить программу на такой оптимистической ноте. Посмотрите еще один видеосюжет о том, как летом у нас в районе проходил съезд. Всероссийский. Всероссийский съезд. Да, Всероссийский съезд. Директоров детских домов. Теперь не называют, но у нас нету, да? Образовательных учреждений для детей. Я тоже там был, и вот как раз предлагаю всем зрителям посмотреть, в каких условиях у нас теперь живут дети, у кого совсем нет родителей. Давайте посмотрим. В старинную усадьбу Алмазова приехали делегаты из 26 регионов страны. В прошлом году было принято постановление правительства России, которое определило совершенно новый формат работы организации для детей-сирот, когда дети живут не по интернатному, а по семейному типу. В Московской области сейчас 17 учреждений, которые занимаются проблемами детей-сирот, 5 государственных, 10 муниципальных и 2 частные организации. В них живут 603 воспитника. И согласно новой программе социализации, все в условиях, похожих на проживание в семье. Конечно, самая наша главная задача это найти каждому ребенку семью. Но мы понимаем, что, наверное, с каждым ребенком так не получится. Поэтому мы должны в наших учреждениях создать максимально приближенные к семье условия. Я думаю, что в нашем учреждении доверия здесь, в Щелковском районе, мы как раз покажем сегодня те условия по семейному типу, которые мы создали. Конечно, это очень серьезная ответственность. Большая честь для нашего учреждения. Впервые мы за всю историю нашего учреждения принимаем гостей со Всероссийского съезда организации для детей-сирот. У нас сегодня работает специальная секция. Мы постарались все организовать для того, чтобы работа сегодняшней секции прошла очень успешно. На примере бывшей алмазовской школы-интерната участники съезда ознакомились с оборудованием воспитательных групп по квартирному типу. 30 мальчишек в возрасте от 7 до 14 лет, которые не знают маминой заботы, теперь узнают, что такое домашний уют. Большие комнаты в четырех квартирах разделены на две части – кухню-столовую и игровую. Спальни рассчитаны на четыре человека. Побывали гости-делегаты и в школьных классах с новейшим оборудованием, в том числе на презентации кружка робототехники. Марина, у нас осталось буквально две минуты до конца программы. Еще один вопрос. Такой наш район славится своими детьми. Я имею в виду, усыновляют даже иностранцы свое имя. Усыновляли, насколько я знаю, американский космонавт, астронавт. Томас Стаффорд усыновил двух мальчишек из Фрязинского детского дома. Дома ребенка. Дома ребенка. И французский астронавт Жан-Лук Ретьен тоже. И вы тоже были участницей этого процесса, я знаю. Но давайте сейчас уже подробностей не будем. Вопрос такой. А вот сейчас, в наше время, насколько часто иностранцы усыновляют детишек в нашем районе? Сейчас практически нет иностранного усыновления. С выходом закона Дима Яковлева с 2013 года запрещено усыновление малолетних граждан Российской Федерации, гражданами Соединенных Штатов Америки. И каким-то образом постепенно и все остальные иностранные усыновления сошли на нет. Мы никогда не славились этим. Да, были редкие вот такие вот исключительные два случая, когда в Звездном городке астронавты НАСА приезжали на работу, в командировки и познакомились с ребятами с нашего Щелковского приюта. Ребята приехали на экскурсию, познакомились, и произошло вот два процесса усыновления. На самом деле это было в 2002 году. И после этого у нас достаточно жителей своих граждан. И Щелковского района, и Московской области. Ну и других регионов страны. И других регионов. Мы с удовольствием передаем ребят на усыновление в семьи граждан Российской Федерации. Ну, будем надеяться, что если все, у кого нет родителей, если и не попадут в новую семью, то, по крайней мере, будут жить хотя бы в таких условиях, как вот в Алмазовской школе-интернате доверия. Алмазово у нас единственное учреждение, муниципальный детский дом закрыт благополучно, все дети устроены в семью. В Алмазово единственное на территории Щелковского района. Большое спасибо, Марина Юрьевна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району и городским округам Лосино-Петровские и Фрязино, Марина Лазаренкова. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok